В Ингладеш наблюдается самая смертоносная вспышка лихорадки Денге с момента первой подобной в 2000 году. В 2023 ситуация обострилась летом, усилилась и распространилась по всей стране во время сезона муссонов, устойчивых ветров. 3 августа число смертей превысило показатели предыдущих лет, а 21-го количество госпитализаций превысило предыдущий рекорд вспышки 2019 года. 25 июля сообщалось о госпитализациях во всех округах, однако Дакка, столица Бангладеш, является наиболее пострадавшим районом и эпицентром заболеваемости. Всемирная организация здравоохранения еще в 2009 году классифицировала лихорадку Денге на две группы. Неосложненную и тяжелой степени, которая в свою очередь проявляется в ряде симптомов, приводящих в некоторых случаях к летальному исходу. Инкубационный период в среднем составляет от 3 до 14 дней. Проявляются такими симптомами, как головная боль, повышенная температура, возможно даже судороги. Так и говорят, это судорожная лихорадка. На сегодняшний день проявляется после укуса через где-то 2-3 дня, но в среднем это берется такой интервал, когда от 3 до 14 дней. Стоит отметить, что пути передачи болезни не позволяют лихорадке Денге выйти за пределы страны и создать сложную эпидемиологическую ситуацию, например, в России. Это напрямую связано с тем, что болезнь передается от укусов комара желтолихорадочного, который на территории нашей страны не обитает. Однако есть риск завоза этого насекомого по воздуху, то есть в багажном отделении прилетающих самолетов. Основными местами размножения этих насекомых являются глиняные сосуды, металлические бочки и бетонные цистерны, используемые для хранения домашних запасов воды, а также выброшенные пластиковые контейнеры для пищевых продуктов. В июне 2023 года Институт эпидемиологии, контроля и исследований заболеваний сообщил, что в этом сезоне люди заражаются вариантами Денге-2 и Денге-3, которые характеризуются самыми высокими показателями инфицирования и смертности. Лихорадка является эндемичным, и в России мы не регистрируем случаи заболевания лихорадки Денге. Это лишь завозные, привозные случаи, когда человек, выезжая на эндемичные территории, может заболеть там, потому что там комар этот может укусить. Приехать сюда, и вот как раз-таки через определенное количество времени человек и заболеет. И мы здесь уже регистрируем данный случай и получаем, что узнаем, что человек был где-то за границей, отдыхал, там и мог укусить комар. Они могут даже этого не заметить и не узнать. И вот такие ситуации у нас есть. По официальным данным, с начала года в Бангладеш от лихорадки Денге умерло более тысячи человек, что стало самой крупной зарегистрированной в стране вспышкой заболевания, переносимого комарами. Однако причин для беспокойства нет. Лихорадка Денге относится к забытым тропическим болезням, то есть группе инфекционных и паразитарных тропических заболеваний, поражающих преимущественно беднейшие и маргинализированные слои населения в наиболее отсталых регионах Азии, Африки и Латинской Америки. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз.